Самый титулованный боец казахстанского ММА Игорь Сверид будет драться на ACA 121 9 апреля в городе Минск. Почему я говорю, что Игорь Сверид самый титулованный? Но это так и есть, друзья. Таких титулов, как у Игоря Сверида, нету ни у кого в Казахстане. Ни у Армана Оспанова, ни у Жалгаса Жумагулова, ни у Хайрата Ахметова. То есть я вам сейчас назвал топов, ни у кого из них нету таких чемпионских поясов, вот в купе, как у Игоря Сверида. Во-первых, Игорь Сверид стал первым казахстанским бойцом, который выиграл чемпионский пояс 1FC, 1 Championship. А также до этого Игорь Сверид стал первым обладателем чемпионского пояса ACB Absolute Championship Fighting Absolute Championship Berkut, извиняюсь. Он выиграл гран-при, восьмерку, то есть он дрался не в одном поединке за чемпионский пояс, он прошел восьмерку. То есть выиграл трех соперников и стал чемпионом ACB. Такого в Казахстане чувака, как Игорь Сверид, с такими поясами у нас нету. Он на данный момент единственный, и если брать в расчет тот факт, что уже промоушена как ACB нету, он стал ACA, то Игорь остался навсегда в истории казахстанского ММА, как единственный обладатель чемпионского пояса ACB. Друзья, также вот сейчас вот обращаюсь к Игорю Свериду. Игорь, и друзья, вы тоже, я хочу, чтобы вы знали, я делаю сейчас зал славы, нашбоец.кз. И Игорь Сверид, первый боец, кто в этот зал славы войдет, друзья. То есть я скоро это все красиво оформлю и вам покажу. Итак, еще раз подчеркну. 9 апреля в городе Минске наш боец Игорь Сверид будет биться против Черси Дудаева. Это российский боец чеченского происхождения. И будут биться они, сейчас они оба находятся в Минске. И именно об этой схваточке мы сегодня поговорим. Прежде чем мы приступим, обращаюсь к новым зрителям моего канала. Друзья, подписываемся смелее. И также обращаюсь к тем, кто постоянно меня слушает. Большое спасибо, что вы со мной на моем YouTube-канале. Жду от вас также постоянной активности. Ставим лайки и давайте обсуждать, что вам кажется. Возможно, вам что-то не нравится в моем канале. Напишите, мы будем исправляться. Мы будем делать его все лучше и лучше. Ну что ж, друзья, с вами Сула, наш боец. Ассаламу алейкум. Мы начинаем. ТВ-ком представляет. Премьеры кино и сериалов. Лучшие детские и познавательные телеканалы. Весь мировой спорт и эксклюзивный UFC-TV. Прямые трансляции турниров. Архивы ярких боев. Аналитические программы. Интервью. Обзоры. И реалити-шоу на одном канале в высоком качестве. И с отличным переводом. Только в сети ТВ-ком. Ищите на ваших смарт-ТВ Samsung, LG, Android TV. И на смартфонах Android в Google Play. Также есть приложение для iOS, которое вы сможете скачать в своем App Store. Более подробно об этом всем с колл-центрами, адресами и ссылками вы сможете ознакомиться в описании под этим видео. Итак, друзья, как я уже и говорил. Игорь Свирид. Самый титулованный чувак Казахстана против Черси Дудаева. Прежде давайте познакомимся со статистикой с сухими цифрами. Черси Дудаева и послушаем его самого. Что он думает о Игоре Свириде. Итак, Черси Дудаев имеет в своем активе 11 побед и только 2 поражения. Из 11 побед у него 2 технических нокаута, либо нокаута. 6 поединков он выиграл за счет сабмишена. И 3 схватки за счет решения судей. Из проигрышей у него 1 технический нокаут и 1 поражение за счет решения судей. Ну а теперь давайте послушаем самого Черси Дудаева. Что он думает о Игоре Свириде. Игорь Свирид очень хороший, серьезный боец. Идет до конца с характером. Уважаю его за это. Отлично борется, бьет, руки тяжелые, физика хорошая. Тем более, он в разных организациях был чемпионером. Хороший боец, уважаю его. Вот такое вот небольшое, так скажем, обращение самого Черси Дудаева. Ну а теперь давайте потихонечку переходим уже непосредственно к статистике Игоря Свириде. Да сразу же еще раз хочу подчеркнуть, намекнуть вам, сказать о том, что и Черси Дудаев, и Игорь Свирид сейчас находятся уже в Минске. И проходят последний этап весогонки. После статистики мы послушаем непосредственно самого Алмаса Ализакова, который полетел с Игорем Свиридом туда, в Минск, на участие в этом турнире. И Алмас будет его секундировать. И также вот будет небольшое интервью от Алмаса Ализакова, в каком состоянии сейчас находится Игорь Свирид, и что они, в принципе, думают о своем сопернике, таком как Черси Дудаев. Так что все, внимание на экран! Итак, Игорь Свирид имеет в своем активе 12 побед и 9 поражений. Из 12 побед у него 3 нокаута, либо технических нокаута, 6 сабмишинов и 3 схватки он выиграл за счет решения судей. Из поражений 1 технический нокаут, 1 сабмишин и 7 схваток он проиграл за счет решения судей. Ну а теперь давайте послушаем самого Алмаса Ализакова, его секунданта и тренера. Продолжение следует... ...казыр бәрлігі... ...салмақ куыла... ...бәрліжі салмақ куыла жатыр. Біздің Игорь... ...пока бөлмеде демология жатыр. ...деті 1 сабдан кейін бізде салмақ куыла бастаймыз. ...кеше... ...соңғырыд... ...қуған кезде... ...78-де 500 болған... ...бұғын енді. ...900 грамм... ...деті 1 килограмм кулсақ... ...бұлыпты бөлем. ...нәйтен. Алы жағы... ...дың сәперінің кесек. ...черсик Дудаев. ...базасы... ...греплер ғойдим... ...кейболын бәрін берің бөрді. ...бірінші раундта Шабулу қасайдыген кәнді. ...соң шыңғы, ...бірінші раундта... ...сыңғы... ...көреске беремеу кәреу кәресі... ...тың жаршаеттіни бар еген еще орында... Ну вот так вот, друзья. Также для справки, для информации, оба этих бойца не входят в топ-10 своего дивизиона. Ну так, чтобы вы знали вам для информации. Еще раз намекну, еще раз вам скажу, эту схватку мы ожидаем уже 9 апреля. Вполне вероятно, всю эту схватку я выложу у себя здесь на нашем YouTube-канале, друзья. Также, также, сегодня в 23.00 по алматинскому времени ожидаем прямой эфир, что там стрим. И как раз таки мы на этом стриме будем говорить о надвигающемся турнире Найзо Файтинг Чемпионшип, который тоже ожидается у нас 9 апреля. Как раз таки пройдемся по всему файткарду, кто и с кем будет драться. Так что не забываем, обязательно нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить этот стрим. Будет действительно интересно. Я вот, как вам и говорил в одном из прошлых выпусков, что теперь начинаю вот именно делать прямые эфиры, стримы. И они будут все проходить, я, по крайней мере, надеюсь, буду стараться, именно по средам в 10, либо в 11 часов ночи. Этот стрим будет в 11 ночи, друзья. Так что ожидайте. Ну что ж, на этом у нас все. Спасибо, что смотрели этот выпуск. Жду ваших комментариев. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх. С вами был Сула, всем пока, салам алейкум, аравидарчи! Также есть приложение для iOS, которое вы сможете скачать в своем App Store. Более подробно об этом всем с колл-центрами, адресами и ссылками вы сможете ознакомиться в описании под этим видео. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!